7 февраля в шахматном клубе спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин» прошел традиционный турнир среди нефтяников. Десять женщин и десять мужчин разыграли награды в командном и личном первенстве. В феврале традиционно проходит второй тур спартакиада нефтяников среди структурных подразделений общества с ограниченной ответственностью «Роснефть» и сервисных предприятий нефтяной компании «Роснефть» по шахматам. В этом году заявилось 10 команд, достаточно интересный турнир с регламентом по 15 минут на человека. Все идет к выявлению сильнейших игроков для формирования сборной и участия в первом туре спартакиада нефтяников нефтяной компании «Роснефть», который пройдет в первых числах июня в городе Хабаровск. Игра проходила по круговой системе. По итогам интереснейшей борьбы определились победители. У девушек первой стала Марьяна Ронжина, «Роснефть» и «Халинморнефтегаз», у мужчин – Александр Токарев, обособленное подразделение управления добычей нефти и газа. В командном первенстве места распределились следующим образом. Первое место у команды обособленного подразделения управления добычей нефти и газа общества «Роснефть» и «Халинморнефтегаз» в составе Александра Токарева и Ирины Приеменко. Второе – у команды аппарата управления общества, а третье взяла Ахинская ТЭЦ. Все призеры были награждены почетными грамотами, кубками, медалями и ценными призами. Остальные участники тоже не остались без призов. Им достались утешительные. Организацию проведения соревнований осуществляли профсоюзные организации общества «Роснефть Сахалинморнефтегаз». Финансировался турнир за счет средств также Сахалинморнефтегаза и профсоюзных организаций, сервисных предприятий и структурных подразделений, принимавших участие в соревнованиях.